Всем привет, друзья! С вами я, Марина Чернова, на канале Кухня без фанатизма. И на нашем канале вы найдёте много рецептов низкокалорийных блюд, с помощью которых можно похудеть. Мой супруг похудел на 50 килограмм, а я на 28,5 и продолжаю худеть дальше, друзья. И сегодня речь пойдёт о срывах. Я вам расскажу о срывах на своём личном опыте и о своих наблюдениях. Значит, на протяжении своего похудения, в течение 9 месяцев, я, значит, наблюдала, что и как происходит. И частично записывала какие-то результаты своих наблюдений, и что я выявила насчёт срывов, друзья. Какие причины срывов наиболее часто встречаются на моём личном опыте, как это у меня происходило. Хочу вам сказать сразу, что насколько бы сильным человек не был, насколько бы железной не была бы его сила воли, срывы случаются практически у всех, у 100%. Ну, происходит это по разным причинам. Первая причина – это неправильное питание. Значит, ну, во-первых, чтобы питание было правильное, надо обязательно определить свой суточный рацион в калориях, с помощью которого вы будете худеть. Для этого в интернете надо найти формулу для определения суточного рациона и ввести свои данные. У всех он разный абсолютно, это зависит от разных факторов, от вашего веса, от вашей физической активности. В общем, нужно определить свой суточный рацион и уже исходя из этого составлять своё меню на день, правильное меню. Друзья, почему питание может быть неправильным? Ну, то есть, худеть-то можно по-разному. Можно просто есть салатик с утра до ночи и худеть, как будто бы на первых порах даже очень даже эффективно, да? Но это неправильное похудение, которое ни к чему не приведёт. Питание должно быть правильным. То есть, на завтрак и на обед, для того, чтобы не было срывов, обязательно надо добавлять углеводы. То есть, к овощам и белку надо добавлять на один приём пищи, ну, примерно хотя бы две столовые ложки какой-то каши, либо гречневой, либо овсяной, либо перловой, либо пшённой. Либо это может быть кусочек полезного хлеба, небольшой кусочек хлеба, цельнозернового, либо ржаного, либо другого какого-то, но полезного обязательно. То есть, что происходит, если вы кушаете блюдо просто с овощами и с белком? Буквально через час вы будете чувствовать себя голодным. Да что там через час? Буквально тут же, закончив свой приём пищи, вы почувствуете, что вы не получили сытости, вы не наелись. В основном никто не наедается. То есть, порции овощами и, там, кусочком курицы и рыбы. И, естественно, после этого человек испытывает голод. А если мы испытываем голод, то это грозит обязательно срывом. То есть, в завтрак вы остались голодны, вы в обед вы немного чувствуете голод. Вот это всё накапливается и потом выливается в ужасный срыв. Вот. Поэтому, друзья мои, чтобы не было срывов, обязательно нужно правильно организовать своё питание. И уделите этому как можно больше внимания. Вторая причина, по моим наблюдениям, это психоэмоциональная. Ну, я думаю, большинство из нас набрали вес и в связи тоже с психоэмоциональным состоянием. То есть, если ваш организм испытывает стресс, какое-то нервное напряжение, потрясение, нервозность, какую-то неудовлетворённость, мы в большинстве случаев стараемся заглушить вот это всё едой. Ну, то есть, чем больше съешь, тем лучше настроение. Ну, как бы клин-климаном вышибаем, то есть, насыщаем свой организм, занимаем его, вместо того, чтобы заниматься вот этим нервным срывом или какими-то проблемами, мы это заедаем, заедаем, получаем сиюминутное удовольствие от этой еды и вроде бы как легче переносить вот это напряжение. Вот таким способом мы набрали свои килограммы в большинстве своём. И также вот этот стресс влияет на срыв, когда вы стараетесь похудеть. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы в вашей семье была комфортная, благоприятная, психоэмоциональная обстановка. Ну, конечно, и на работе, и с соседями, ну и вообще в обществе. Поэтому, конечно, необходимо уделять внимание этому вопросу. То есть, не надо реагировать где-то нервно, слишком грубо там. Как-то надо сглаживать. По возможности себя держать в руках. Да, по возможности держать себя в руках, сглаживать эти моменты и создавать вокруг вас комфортную ауру. Хорошее настроение, прекрасные эмоции. Это всё поможет вам худеть без срывов. Ну, кстати, это не только поможет худеть без срывов, но и поможет вам наладить прекрасные семейные отношения, прекрасные отношения на работе. То есть, в этом плане тоже надо с собой довольно тщательно работать над своим характером, над своим настроением и так далее. Это очень поможет, друзья. Это очень важно, скажу вам на собственном опыте. Значит, третья причина, друзья, это праздники. Ну, от этого никуда не денешься. Праздники бывают у всех, гости бывают у всех, дни рождения. И, естественно, ну, редкий человек, хотя такие люди есть, конечно, но это очень редко, когда человек может сидеть за столом, кушать свою порцию своей низкокалорийной пищи и получать при этом удовольствие. В основном все мы нарушаем, естественно. Вот что я хочу сказать по поводу праздников. Да, от этого деться некуда. Но, друзья мои, на каждом таком праздничном столе можно выбрать ту еду, которая будет все-таки более полезной, более правильной для вас. Пусть не по той норме, пусть не в тех количествах, но все-таки нужно минимизировать последствия от такого срыва. То есть не нужно есть какие-то тяжелые салаты с килограммами майонеза, либо какое-то жирное мясо в огромном количестве сливочного масла. Можно выбрать легкие овощные салаты, легкие закуски, какую-нибудь запеченную курочку, там мясо нежирное запеченное, либо рыбу. В общем, на любом столе по-любому есть те блюда, которые будут более предпочтительны для вас. Так же и хлеб. Не стоит набрасываться на белый хлеб, а все равно нарушаю. Надо все-таки с головой подходить к этому вопросу. Так же выбрать темный хлеб какой-то. Как правило, на праздничном столе присутствуют два сорта хлеба, и обязательно вы найдете для себя тот, который полезнее. И вот таким образом вы сможете максимально минимизировать последствия вот такого срыва. Вот. И хочу еще, друзья, сказать, чтобы после праздников не уйти в зажор многодневный, значит, нужно, во-первых, работать со своим мозгом. То есть, ну, это необходимо. Перед тем, как начать худеть, вы должны обдумать многие вещи, которые будут происходить с вами, и в том числе вот такие срывы. И вы должны подготовить себя таким образом, что если вы нарушаете, у вас праздник, то это будет происходить один день. Один. На следующий день вы встанете с утра, как ни в чем не бывало, и будете продолжать правильное питание. Вот это нужно зафиксировать у себя в голове обязательно. Это вам будет помогать. То есть, это тоже нужно работать с собой обязательно, до начала похудения, во время похудения. Это надо себя внушать, себе внушать и настраивать. Значит, друзья мои, еще есть такая причина, тоже по своим собственным наблюдениям, я вам скажу, есть такой алгоритм срыва, да? Когда вы начинаете худеть, либо когда вы за месяц выяснили свой вес, то есть, например, у меня отчет ежемесячный 16-го числа. В этот день я смотрю, какие у меня успехи за месяц, да? Или я только начала худеть. Вот в это время, в начало, то есть, после того, как я узнала, что я похудела, и у меня начинается следующий месяц, да? Например, я взвесилась, у меня за месяц 3 килограмма ушло, да? Я рада, у меня хорошее эмоциональное настроение, у меня прилив сил, у меня энергия бушует. И, естественно, я на следующий день, 17-го числа, начинаю худеть с еще большим рвением, с энтузиазмом, подъем, настроение. И все это продолжается примерно в течение двух недель. Ну, плюс-минус 2-3 дня. Вот многие сейчас вспомнят такую ситуацию, почему так происходит, и кое-что, возможно, поймут. Значит, две недели вот такой эйфории от того, что вы худеете, все прекрасно, и все прекрасно получается в это время. Но через две недели, плюс-минус, как я сказала, 2-3 дня, у вас начинается спад. Ну, лично у меня, например. Начинается спад, и я чувствую уже какую-то усталость. Я чувствую желание сходить налево, то есть нарушить, что-нибудь съесть. Я тебе дам налево сходить. Что-нибудь такое съесть, значит, запрещенное. И вот начинается брожение каких-то вот этих чувств, друзья. На самом деле происходит усталость центральной нервной системы. Вы устаете просто вот от этой эйфории первоначальной. Организм просто тупо устает. И вот в такие моменты, когда вы почувствовали, что вот начинается вот это, да, нужно вовремя дать своему организму что-то, бросить кость, так сказать. Значит, что я делаю? Когда я чувствую, что наступает вот этот момент желания срыва, когда оно только минимально-минимально начинается. То есть не нужно допускать его, когда грянет гром, и вы начнете сметать всю еду отовсюду. Вот когда только это малейшее желание наступает, например, я люблю пельмени, да, или я люблю пиццу. Что я делаю? Когда приходит такой момент. Я отвариваю пельмени ровно в том количестве, сколько входит в мою порцию, в мою чашку. Я сажусь спокойно и кушаю вот эти запрещенные пельмени, совершенно обычные, вкусные, с белой муки, но в своей порции я ем. Я кушаю это медленно, с чувством, с толком, с расстановкой, чтобы получить максимальное чувство вот от этого нарушения, так сказать, запланированного нарушения. И, значит, медленно я кушаю эти пельмени, тщательно пережевывая. После этих пельменей можно выпить стаканчик компота, либо, допустим, чашечку кофе с молоком и 1 чайной ложкой сахара, как я люблю. То есть, чтобы зафиксировать вот этот обед. Маринечка, извините, пожалуйста, но это нарушение должно будет поместиться в твоя посуда. Для людей, которые, допустим, тебе только сегодня будут смотреть или завтра, ты скажи, какой размер у тебя посуда. Да, о режиме питания можно посмотреть во втором видео, по-моему, режим питания. То есть, вы найдёте там всё про мою посуду и про мою норму, про мою порционную чашку. В общем, вот таким образом стресс вот этот снимается, и вы, допустим, уже не хотите вот этого срыва. Организм уже, он получает то, что хотел на самых начальных этапах. И, то есть, срыва 90% не произойдёт. То есть, вот эту усталость нервной системы вы как бы снимаете. Так, и, друзья мои, что же делать, если срыв всё-таки случился? Ну, во-первых, не паниковать, не нервничать и успокоиться. То есть, как вы помните, стресс ведёт к перееданию. Поэтому не нужно вот сильно сходить с ума. Если срыв произошёл, я вот на следующий день... То есть, у меня в голове уже чётко ясно, что на следующий день я не буду срываться. Я себя запрограммировала. И на следующий день я... Можно просто правильно продолжать правильно питаться. Это более правильный вариант. Но я на следующий день после праздника или после срыва, если таковой случился, я просто провожу разгрузочный день. То есть, я ем либо какой-то лёгкий суп, либо, мне больше всего нравится, овсяная каша на воде и без соли. Ну, я ем в том же количестве, как и обычно, но только вот такую пищу. Ну, овсянки я ем половину порции, честно говоря. То есть, это не обязательно делать. Это я так делаю. И у меня за этот день, вот этот мой срыв, он возвращается на место. И я дальше продолжаю, да? Ну, это не совсем правильно. То есть, я не говорю, что так надо делать. Можно просто продолжать правильно питаться. Значит, и что я вам хочу сказать, друзья? Вот обязательно надо всегда улавливать начало вот этого момента срыва. и что-то, допустим, поесть, покушать такого в своей порции, чтобы смягчить вот это желание. И ещё, значит, я хочу сказать насчёт срывов. Насчёт срывов. Так. Значит, это я сказала. Значит, да. Можно устраивать себе запланированные срывы. Это тоже очень хорошая вещь, хорошо помогает. Запланированный срыв. Чтобы всегда держать себя в тонусе и подальше от срыва. То есть, например, вы выбираете какой-то один день удобный для вас. Ну, это, скорее всего, выходной день. И вы планируете, что в этот день, в обед, вы в своей порции покушаете то, что вы хотите. Любое абсолютно блюдо. И вы спокойно едите его, медленно, тщательно пережёвывая, наслаждаетесь. И таким образом вы, как бы, чувствуете себя гораздо лучше. То есть, вы знаете, что раз в неделю вы запланированно съедите своё любимое блюдо. И вам будет гораздо легче всё это переносить. Вот. Как, друзья, уберегать себя от сладкого, это тоже можно посмотреть, по-моему, в третьем видео. Да, в третьем видео. Значит, что делать, чтобы, если хочется сладкого. Там вы можете посмотреть. Ну, вот, пожалуй, и всё. Всё, что я, друзья, ещё раз повторюсь. Я не медик, не врач, я не диетолог. Я просто человек, который похудел, который продолжает худеть. Который столкнулся вот с этими определёнными вещами, нюансами, так сказать. И вот я вам всё это рассказываю. Потому что все свои девять месяцев, ну, я люблю вести всякие дневники. Да, муж всегда надо мной смеётся. Вот. Но, тем не менее, это очень помогает. Во время своего похудения на протяжении девяти месяцев я тоже веду свой дневник. Значит, какие-то моменты я записываю. Там, что я ем, сколько ем, как я себя после этого чувствую. Когда у меня возникают срывы. Когда мне, там, хочется чего-то не того, чего нужно. В общем, я всё это анализирую, записываю. И вот сегодня я делюсь с вами некоторыми наблюдениями на тему срывов. А как, Марина, извините, пожалуйста. А как насчёт спиртного? Ну, спиртного, да. Спиртного все часто вот спрашивают. Пьёте, выпиваете ли вы? Позволяете вы себе спиртное? Спиртное мы себе позволяем, да. Ну, муж в основном, естественно, побольше. Ну, в определённых количествах, да. То есть, это не значит, что надо там через день или каждую неделю пить. Но есть праздники. Есть определённые моменты какие-то торжественные. Вот я себе могу позволить там бокал, ну, максимум два полусладкого вина, либо шампанского. Ну, я вообще не любитель, мне это как бы без разницы. Ну, на праздник я могу себе это позволить. А мой супруг, он предпочитает крепкие напитки. Там раньше, допустим, это была, ну, водка элементарно. А сейчас мы приобрели себе аппарат и делаем домашний напиток крепкий, хороший, качественный. И вот, ну, за раз он, я не знаю, три-четыре рюмки он может там выпить абсолютно без последствий. То есть, ну, спиртное, в принципе, можно. Главное, чтобы это всё было в пределах разумного. Без фанатизма. Без фанатизма, да. Ну, вот и всё, друзья. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, отличного настроения. Успехов в борьбе с лишним весом. И до встречи в следующем видео.